Да, приветствую, друзья. Открой свой разум. Это инициация перехода на новый уровень эволюции. Вспомни состояние безмятежности. Когда лежишь, например, в постели после сна, и ещё не до конца проснулся. Или после массажа. Или после... Иглотерапии такой аккуратной, когда сделают по тормозному варианту, и ты сидишь такой отрешённый, в безмятежности. Да, или когда ты засыпаешь в какой-то момент, и вдруг отвлекаешься от всей задействованности. Когда ты никому ничего не должен, никуда не спешишь, как бы ни о чём не думаешь, нет страха, такой глубокий душевный покой. Защищённость такая, приятное тепло, как соприкосновение с вечностью и безвремением. Это бывает такое вот после молитвы, называется молитвенная благодать. Мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая, как бы ни о чём не думаешь, такая пустота. Вышел из обычной задействованности, от рутины всяких забот, от суеты, от земных забот. Это такая эмоциональная дистанцированность, как детская беззаботность. Помните? Детская беззаботность в чистом виде. Беззаботность называется по-современному психическая релаксация. Или ещё более научно, дефолт работы мозга. А по-старинному это на самом деле Будда сказал, Нирвана. Или Тесла-изобретатель сказал, взаимодействие с Абсолютом. Или психологи некоторые говорят, Альфа-состояние. Это глубокое, глубочайшее отрешённость эмоциональная, дистанцированность и задумчивость. Состояние внутренней свободы. Когда ты ничего никому не должен, никуда не спешишь, и всё слито в одно, и нет никаких проблем, и всё сразу понимаешь, ты растворён, там нет эго, и мысли декута, как облака, ничего внутри не задевая. Вот такое состояние безмятежности. В этот момент без всякого труда, с помощью минимальнейшего усилия, если подумать о чём хочешь, и сразу заметишь, что начинаешь думать об этом как бы целиком, в этом направлении, и происходит поток свободных ассоциаций, выросли темы, приходит на ум всё, что связано с этим вопросом, над которым начинаешь думать. Ну, всё как бы повернулось в эту сторону, всё, что ты слышал, видел во сне, читал в книгах, видел в кино, всё начинает тебе помогать размышлять на эту тему. Он так незримо, подсознательно, такими микросигналами, и ты как бы соединённый с вечностью, где вся вечность, бесконечность помогает тебе решать этот конкретный вопрос. Ты там как бы вслит с вечностью и находишь решение. Помечтай о том, когда ложишься спать, что придёт это состояние во сне сразу. А если не сразу, то сделай вот так вот, десять обжатий пальцев, это узелки на память. Чтобы ты, когда засыпал, если у тебя сон бывает плохой, а ты хочешь его улучшить, то ты перед засыпанием обожми десять пальцев и разомни немножко уши и засыпай, вспоминай это состояние безмятежности. Вот это состояние, о котором я сейчас говорю. Вспоминаешь и засыпаешь, вспоминаешь и засыпаешь, вспоминаешь и засыпаешь. И если у тебя сон такой волнообразный, то просыпаешься, то засыпаешь. Если ты раньше как бы не хотел этого, потому что как бы плохо спишь, а теперь хочешь лучше спать, приятнее засыпать, то возьми себе этот прерывистый сон как помощника в жизни, для того, чтобы быстрее восстанавливаться, и решать задачи, вопросы, которые тебя волновали, но ты никак не мог их решить. Да, потому что каждый раз, когда ты засыпаешь и просыпаешься, засыпаешь и просыпаешься, ты проходишь эту нулевую точку, нулевое состояние безмятежности, где нет страха, нет комплексов, нет стереотипов, нет подражания никаким авторитетам, это пустота. Так, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля, через которое происходит переключение вот этих вот передач или скоростей. В этом состоянии, когда ты входишь в сон, и потом выходишь из сна, потом опять входишь в сон, и опять проснулся, ты теперь всё время будешь использовать это состояние для своей собственной пользы. и ты сразу заметишь, что уже с этого дня и со следующего дня, а с каждым днём всё больше и больше, и лучше и лучше, ты будешь замечать, что если ты раньше боялся такого прерывистого сна, ну, называл это каким-то, ну, плохо спишь или бессонница, то теперь наоборот, ты хочешь, чтобы так было иногда, чтобы решить какой-то свой вопрос, который раньше решить не мог, а теперь он решается, оказывается. Ну, а если захотите, конечно, можно использовать это для того, чтобы спать безмятежно, глубоко, до самого утра, и проснувшись, чувствовать себя легко, свободно, как в детстве. Если кто помнит полёты во сне, в детстве, говорят, дети во сне летают, говорят, растут. Ну, там вот это состояние. А вы знаете ещё, почему дети быстрее обучаются, чем взрослые? Потому что они вот в этом состоянии, беззаботности, безмятежности, вот этой вот, когда они ничего никому не должны, и в этом состоянии, естественной, внутренней свободы, они обучаются быстрее, потому что там нету страха, нет шаблонов мышления, нет авторитетов, и как раз-таки они берут всё новое, быстрее у них закрепляются в памяти. А сейчас вы взрослые, и вы теперь научитесь этой детской естественности использовать её по своему желанию, в нужное время, в нужном месте, для решения тех вопросов, которые раньше решить не могли. Вы, делайте так, и вы увидите, что вы выходите на новый уровень эволюции, на новое качество мышления, новый уровень жизни, где очень многое становится вам понятным, где вы очень быстро можете сбрасывать лишнее напряжение, выходить на состояние безмятежности, и вы заметите, чем больше был стресс, тем быстрее вы будете выходить из этого стресса, если вы будете делать узелки на память и разминать уши, и вспоминать это состояние безмятежности, потому что сейчас мы с вами её вспоминаем вместе со мной, отрабатываем, обращаем на это внимание, и будете делать это осознанно, и получать большие преимущества. Ваша жизнь, безусловно, станет легче и лучше.